Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Федеральное правительство объявило о том, что нужно еще раз помочь малому и среднему бизнесу. Вторая волна коронавируса захлестнула практически всю планету, ну Россию в том числе, к сожалению. И, соответственно, у бизнеса снова могут возникнуть проблемы. Возникнуть проблемы с клиентами, с посетителями, с покупателями. И поэтому федеральные чиновники сказали, давайте-ка еще раз отсрочим выплату налогов малому и среднему бизнесу до конца года. Насколько эта мера поможет? Как себя вообще чувствуют предприниматели по итогам первой волны коронавируса, по итогам вот этого послабления, которое началось летом, когда первый карантин отменили? И что вообще будет? Какая перспектива? Об этом мы сегодня поговорим в нашей программе. А вы можете нам задавать свои вопросы, вообще высказывать ваше мнение. 300-190. Являетесь ли вы сами предпринимателем? Или вы клиентом? Может быть, у вас там где-нибудь во дворе лавка есть, где вы, к примеру, привыкли покупать зелень, там, или мясо, я не знаю, или, может быть, джинсы? Что вы думаете по поводу того, вообще, нужен ли нам малый и средний бизнес вообще? И нужно ли ему помогать? Или, может быть, вы знаете, придерживаетесь каких-то коммунистических взглядов, считаете, что все это мироеды, которых вообще нужно выгнать с наших улиц и дворов, ибо нечего им богатеть, в то время как мы живем на одну зарплату? Звоните. 300-190. Пока хочу представить гостей нашей студии. Это Владислав Шуриков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Это Давид Ильич Магулашвили, тоже еще один наш постоянный спикер, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Добрый день. И как раз вот эти самые предприниматели, которым очень непросто вообще в нашей стране живется во все времена, а сейчас с коронавирусом еще хуже. Это Эльдар Ярулин, директор компании Артемун и член торгово-промышленной палаты. Добрый день, Эльдар. Здравствуйте. И Андроник Миносян, директор компании Колесо 69. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, господа, первый, конечно, вопрос. Вот всех хочется услышать мнение. Вот если все-таки вернуться на какое-то время назад, подвести итоги вот той самой первой волны коронавируса, вот как малый и средний бизнес пережил в Тверской области? Кто? Ну, давайте, Давид Ильич, с вас, по старшинству, так сказать. Спасибо. Конечно, лучше, чтобы об этом представители малого бизнеса сказали. Обязательно скажут. Я уверен в этом. Но если подвести некие общие итоги по региону и по стране, в целом, если хотите, даже и в мире, потому что вы совершенно справедливо отметили, что это мировая пандемия, это мировая трагедия, то однозначно могу сказать, что тяжело. Все идет очень тяжело. Во-первых, все-таки надеялись, что к лету поправится ситуация. А осенью мы вообще надеялись, что будет подъем экономики. Хотя врачи и специалисты области экономики промышленности предупреждали, что может быть вторая волна, вторая волна с точки зрения пандемии, но с точки зрения экономики, то ожидали, что все-таки мы уже подготовлены, мы уже знаем, как делать. И, соответственно, мы переживем это гораздо легче, чем весной. Но жизнь оказалась суровая. И показательной деятельности нашего малого бизнеса, и не только малого бизнеса, но и в целом региональная мировая экономика ведет себя достаточно настороженно. То есть она пока не верит в то, что экономика поправляется, и, соответственно, она находится в позиции ожидания. Об этом говорят все экономисты, и об этом тоже заметили на последнем инвестиционном форуме, и наш президент в том числе, который сказал, что надо вернуться обратно к вопросам помощи малого бизнеса. А бизнесу надо помогать. Бизнесу надо помогать всегда, не только в той ситуации, в которой мы оказались, или в сложной ситуации. Надо помогать всегда. И если этот кризис и эта пандемия поможет действительно критически посмотреть со стороны государства, что лишнее по отношению к малому бизнесу эти проблемы устраня, то будем записывать, что это большой плюс для государства, который постарается облегчить жизнь бизнесу. Не только, я хочу подчеркнуть, не только малому и среднему, но и крупному бизнесу в том числе. Но крупный бизнес все равно гораздо более легкая ситуация, чем малый бизнес, потому что основной удар как раз по малому бизнесу и пришелся. Это и туристическая сфера, это и торговые предприятия, это и обслуживание населения во всем многообразии, начиная от общепития, заканчивая, если хотите, даже автомобильными мастерскими. Все они очень серьезный удар получили. Поэтому бизнесу надо помогать. Пока сказать о том, что наш бизнес, особенно в Малии, справился с ситуацией, не могу. Я боюсь, что об этом до весны говорить нам не придется. Владислав, есть какая статистика вообще, как пережил наш бизнес? Ну да, конечно. Общая статистика имеется. С 10 марта по 10 ноября у нас с вами минус приблизительно 2500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Тенденция прослеживается по всем регионам нашей страны. Наш не самую плохую позицию занимает с этой точки зрения, безусловно. Однако, вот действительно тот момент, что основные ограничения именно в связи с постоянным контактом малого предпринимательства с огромным количеством людей, то есть фактически это в значительной степени сервисные, направленные в ту или иную отрасль предприятия с людьми, оно и послужило основанием вполне резонным, что вот эти ограничения легли именно на его плечи. Если на промышленном предприятии можно оградить доступ, можно как-то коллектив более жестко поставить под требования соблюдать санитарные различные нюансы, то как можно требовать с сервисной службы, если к ним приходят люди, и этого человека физически заставить или проверить, в каком он сейчас находится состоянии, очень тяжело. Поэтому, да, волна прошла, и вот те ожидания, которые мы испытывали, они летом чуть-чуть вернулись с точки зрения отложенного спроса, когда люди накопили желания и деньги, пришли опять за этими услугами. Но вот сейчас, боюсь, что этот взлет и сам по себе не очень большой, он обрежется или уже обрезался новыми сложившимися обстоятельствами. И признаться, я думаю, что, учитывая приближающийся Новый год и те ограничения, которые мы уже знаем, наверное, возрождение малого предпринимательства с точки зрения его оборотов, прежде всего, обслуживания населения, произойдет в лучшем случае во второй половине следующего года. Ильич, помните, как вы мне сказали в интервью, то есть ведь особенно специфика малого и среднего бизнеса, они, как правило, работают с людьми, вот тет-а-тет, то есть не какой-нибудь завод, который можно закрыть, они эти болванки выдают или даже железнодорожные вагоны, то есть и прямого взаимодействия с людьми, с клиентами нету, а тут вот такая специфика. Действительно, производственная схема такова, что, безусловно, даже директор не всегда может иметь прямое отношение со своим клиентом. Кто его потребитель, он может и не знать. А вот малый бизнес, действительно, это лицом к лицу. Как вы сказали, тет-а-тет работает, и поэтому главный удар запретительного характера, поэтому и пришелся по малому бизнесу. А мы сейчас уйдем на рекламу, извините, пожалуйста, вынужден вас перебить. Это тоже бизнес, может даже и малый, который сейчас мы пререкламируем, а потом продолжим разговор. Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня», говорим о том, как малый и средний бизнес выживает во время коронавируса, и как ему помогут вот эти меры, которые анонсировало правительство, федеральные власти, сказали, что снова получит наш малый и средний бизнес отсрочку от выплаты налогов. Да, отсрочку, не прощение налогов, а отсрочку до конца года. Господа, малый и средний бизнес. Эльдар, у вас, я так понимаю, бизнес связан с тем, что, судя по названию «Артемон», вы, наверное, стрижете собаку, не только пуделей. Да, зоу услуги. Скажите, ну вот как вы выжили во время первой волны коронавируса? Мы существенно почувствовали вот эту волну коронавируса, ограничения все. Но на рынке мы с 2006 года, у нас есть лояльные клиенты, большая база, более 16 тысяч человек. И на этих клиентах… И собак. Да, и собак, кодви. И как бы с этими клиентами мы переждали вот этот период, который был ограничение карантина. А потом, когда карантин сняли, как глоток воздуха, да, и потом сейчас опять у нас какие-то ограничения, масочный режим. И люди боятся контакта, реально уже боятся, потому что в первую волну люди думали, что это какие-то шутки и так далее, не верили этому всему. А сейчас люди реально верят этому коронавирусу, да, и боятся уже контакта. Это видно по… Сколько клиентов приходят в том году, сколько было клиентов, сколько в этом году клиентов. И это… Ну, поговорят, намного больше стало? Да, меньше. Ну, на процентов 30. А, на треть, то есть. У нас есть направление общепита, там у нас придорожный сервис, в общепите у нас на 50% упал оборот. Общепит тоже для собак, что ли? Нет, нет, нет. Это уже у нас другое направление, да. И то же самое? То же самое, да, на 50% у нас оборот упал по сравнению с тем годом. Как ты принес, считаешь, что можно не покупать там джинсы или я не знаю что, но есть люди будут всегда? Да, люди стали реже останавливаться в кафе, то есть они берут с собой уже, едут с точки А до точки Б, где-то останавливаются, питаются у себя в машине, допустим, дальнобойщики, логистика. Все меньше и меньше заезжают в придорожный сервис, то есть в кафе. А как мы обсуждали, да, вот перерывы, то, что все дорожает, сахар дорожает, гречка дорожает, цены мы не можем повысить сильно в общепите. И так у нас там цена лояльная. И выживаем как можем в данный момент, да. А у нас обязательства есть, у нас есть обязательства перед работниками, перед арендаторами. То есть в первую волну арендаторы, они как бы дали нам послабление, отсрочили, а в этот раз они не очень хотят снижать ставки на аренду. Вот. Налоги, кредиты, банки, вот это все. А у предпринимателя как? Кредит есть, у нас залоги, квартиры, машины и так далее. Предприниматели предпринимаем все как можем. То есть вот такая вот ситуация. А вы воспользовались вот по весне вот теми самими кредитами, которые тоже правительство анонсировано? Да, вот у нас получается несколько направлений, да. Вот в одном направлении как раз по зообизнесу мы использовали, да. Это была программа, но с кем я разговаривал с коллегами, немногие о ней знали. Это кредит без бумаг 2.0 от государства через банки, да. Мы получили, да, на заработную плату работника, который у нас официально устроен. С условиями, то что они нам списывают кредит, если мы в течение года никого не увольняем. А, даже спишут. Да, то есть мы не платим никакой платеж, если мы все условия соблюдаем. Если не соблюдаем условия в течение того, по-моему, не буду врать, трех месяцев мы должны возместить этот кредит. А легко было получить-то? Нам, мы получили легко. Но вот коллеги, другие не получили, даже ответа не получили. То есть, мне кажется, это кому повезло, кому нет. Кто успел в первую... В первый транш, который прошел. Надо не забывать, что выделились определенные конкретные суммы на каждый этап федеральным правительством. Они же распределялись, ну, условно говоря, распределялись по банкам, да. И, соответственно, если лимит программы у банка исчерпан, и даже вы продолжаете подходить по всем параметрам, но денег-то уже нет. Их разобрали те, кто обратился раньше. Поэтому и ответ будет или отрицательный, или вообще никакой. Андрей Нико, а вы, так понимаю, остались? До нас очередь не дошла, да. Банк все потратил. Но, опять-таки, кто-то же получил, да, вот, например, Эльдара не получили, мы не получили. В любом случае, программа же работает. Люди получали действительно поддержку. По зарплате нам тоже перекрывали, да, эти затраты присылали. А что будет сейчас, вот, говорят, в январе отправят на каникулы до 24-го? Вот это вообще непонятно, что будет. И так 10 дней праздников — это самый убыточный месяц вообще для любого бизнеса. И мы пока что даже не понимаем, как сейчас вести, как готовиться к этому месяцу. И каким будет декабрь — тоже абсолютно непонятно. То есть все сейчас в режиме экономии, люди в том числе. Так если люди в режиме экономии, почему они поедут сейчас, как бы, в нашем случае ремонтировать машину, да, а в его случае увеличить поток, там, ухаживая за своими домашними питомцами. Ну, кроме того, поток людей, которые, например, едут на диагностику, их много. Но на ремонт остается меньше, у них нет финансов, чтобы они их ремонтировали. Либо они там ставят машину, подкапливают, ремонтируют, либо ставят вообще дешевые запчасти, что, в принципе, тоже нехорошо. Это тоже временная мера такая для того, чтобы хоть как-то машину эксплуатировать. В принципе, люди-то продолжают работать, правильно? Они же работают, на работу ходят, но доходы у них не увеличились. Если не увеличились доходы, соответственно, у малого бизнеса тем более он не вырастет. У нас, наоборот, нагрузка увеличилась, масочный режим, средства санитарии, да, все это надо соблюдать. Люди тоже должны постоянно ходить в маске. А то, что мы их просим одевать в маске, они обижаются, как бы на нас обижаются. Штраф уже никто не отменял правильно, нас никто не поймет в этом плане. Поэтому это тоже влияет на поток клиентов. Поэтому ситуация такая достаточно нестабильная. И слово «стабильность» вообще ушло куда-то далеко. То есть каждый день ты выходишь на работу, думаешь о том, как обеспечить работать завтрашний день, сегодняшний день. То есть своих сотрудников удержать. Ведь если зарплата падает, ты можешь потерять хороших кадров. Вернуть их на место будет тоже очень сложно. Поэтому боремся каждый день за это, чтобы коллектив сохранить. Вот это вообще первая задача на сегодня у нас. Потому что по-другому никак. Сегодня график заполняемости, он чисто вот такая волна, она постоянная. Если раньше период был большой, сезонный, да, а она сегодня у нас вот такая. День на день не переходится. Стабильности нету совершенно. А вот летом вам удалось, как сказали, вдохнуть? Вдохнуть этот глоток свежего воздуха? Безусловно, люди выехали снова, да, то есть поездки снова начались. Люди поехали на работу, как минимум. Соответственно, машину надо было обслуживать. Но один простой пример. Если раньше весной все переобувались, с зимней на летнюю, то этой весной очень большая часть не переобулась вообще. Они докатывали свою зимнюю резину до сих пор, сейчас только меняют. На зимней резине. На зимней резине, особенно у кого были липучки и так далее. Они даже не меняли. Не было смены шин. То есть даже сам вот этот сезон шармонтажный получил. То есть у них нет денег на новые покрышки. Они не покупали, да, новые покрышки. И они докатали сезон, сейчас будут купать новые покрышки. Вот сейчас требоваться на зимнюю резину. Зимний на зимню. Да, зимний на зимню. Лето у них не было. В прямом смысле, да. Зимний на зимню. Потому что они тоже не знают, что будет завтра. Кого-то увольняют, кого-то сокращают, отправляют на короткий рабочий день. А у всех семьи, дети, как бы их надо содержать. Поэтому все держат такой небольшой запас для того, чтобы в случае чего, как это было весной, как-то вот выжить. Вот примерно такая ситуация идет. В общем, приходится каждый день думать, нету состояния спокойствия. Ты пришел на работу, думаешь, уходишь, думаешь, спишь, думаешь. Постоянно. Движение стало больше. Гораздо, чтобы держать те же самые обороты. А мы уже обсуждали, что цены-то поднялись. Ну и что, что вы повернете обороты от того, что потребительская корзина подорожала, материалы подорожали. У нас коммунальные услуги тоже подорожали, между прочим. Налоги тоже подняли. Это все все равно на нас. Нам все равно это платить. Поэтому там сама часть доходности, она падает в любом случае. Что это означает? Это означает, что, смотрите, потребитель уже не может себе позволить, если с макроэкономической точки зрения посмотреть, за те доходы, которые у него имеются, позволить себе те блага, которые он позволял до этого. Потому что наблюдаем инфляцию, и как один из результатов инфляции мы наблюдаем рост цен. И, соответственно, основное население переходит в режим ожидания. Переход в режим ожидания – это замедление темпов развития экономики. Потому что нет производства, и, что самое главное, нет потребления. Было бы потребление, потребление как маховик бы раскрутил бы производство. Но так как потребитель выжидает, и, соответственно, эти деньги даже не в банк относится, а просто у себя прячет, чтобы, не дай бог, чего, потому что так надежно. То, соответственно, мы выйдем с оторможением всей экономики, что, безусловно, для любой страны очень плохо, и для нашей страны в том числе. Вот, кстати, прозвучало по ЦБ, по-моему, там покупательная способность рубля у нас упала где-то на 27, что ли, процентов, они посчитали. Дешево рубль, это даже приличное. Вот, ну, это, конечно, один из показателей, понятно, не будем его примеривать. Это важный показатель, что я не сказал, многое-то импортное. Вот, и, тем более, что в пандемию ведь человек как размышляет, среди прочего, то, что было сказано, да, это здоровье, значит, куда, в аптеку за лекарствами. А вы сходите в аптеку за лекарствами. Это сразу... Это компоненты импортные. Да, очень. Ну, вообще, в мире-то у нас все импортное с точки зрения лекарства. Это два основных производителя, Китай и Индия, которые делают субстанции, а все остальное, это очень... Они занимались этим годы для того, чтобы вытеснить всех остальных. Вот. Но дело в том, что в аптеках все дорожает, и человек, вот, и пошло распределение, да. Ну, а машина, ну, да, ну, ладно, там, доездим, лампочка не горит. Ну, раньше бы бросился, как говорится. Собака обросла, да, что и будет. Вот. Да, к чему мы их решили. Как-нибудь. Поэтому такая пирамида приоритета выстраивается, и где-то вот именно в конце этого списка только оказывается малый предприниматель со своими сервисными услугами. И он в первую очередь и страдает. Владислав, а, кстати говоря, а в целом, вот, наш регион сильно упал по итогам первой волны коронавируса, если сравнить с сопоставимыми, может быть, регионами? По какому показателю? Ну, вот, бизнес, по количеству закрывших субъектов. Да нет, мы в хорошем смысле, выше средней позиции, это однозначно, с какой там, не посмотри. А потом, честно говоря, есть регионы, более радикально настроенные с точки зрения ограничений. Это у нас, ну, коснемся сейчас всех, да, еще весной на неделю президентскую закрывали, а потом все предприятия открылись. Ну, и при всех, так сказать, там, нюансах, как бы то ни было, но мы открывали чуть ли не каждую неделю какое-то направление. А много регионов, которые далеко-далеко там еще тянули этот хвост, и дотянули его и до современной ситуации, и первые стали закрываться. Ну, им виднее, как лучше поступать, и мы им советы не даем. Но мне кажется, что в целом, если вот брать политику правительства нашего регионального, она вполне адекватная по сложившейся ситуации. А какие вот, господа, хочется ваше мнение, какие такие меры предприняло наше правительство, чтобы сгладить вот эту ситуацию? Во-первых, наше правительство отреагировало на все эти рекомендации, которые были сделаны из федерального центра. И во-вторых, вы помните, что федеральный центр при переходе весной, ну, на ограниченный локдаун, так назовем, очень большие полномочия отдал регионам. То есть, решается на местах. Это и правильно. Губернаторы на то и сидят на своих местах, чтобы они лучше знают ситуацию, и, соответственно, надо исходить из этого. И результаты мы получили, что некоторые почти закрыли всю экономику и отправили их на каникули. Это серьезно ударило на экономику региона, и некоторые отрасли, они носят федеральный характер по значимости, поэтому пострадали не один регион, а несколько регионов. А у нас в этом плане был очень такой тщательный подход. Не было, никто не рубил с плеча. Очень тщательно подошли. Даже некоторые обижались, что почему не закрыть там вагоностроительный завод, почему не закрыли вот это, почему не закрыли вот это, почему люди посещают занятия, почему люди ходят в ресторанах. Был очень такой аккуратный, осторожный подход. И помощь тоже на сельточечный характер именно там, где это нужно было. И в итоге, когда стали подводить уже итоги, мы не то что не потеряли экономику, а в некоторых отраслях мы даже и выросли. Ну, так, чуть-чуть, но выросли. У нас, кстати, общая сумма бюджета выросла. Выросли, это показатель. Да, я понимаю облегчение рубля, но все равно. Это вот как раз показатель. Извините. Да, нет, это я уже тут. И хотел, кстати, затронуть еще один момент. Но он, конечно, касается, наверное, малого и в буквальном смысле среднего предпринимательства. Но обратите внимание на активную позицию правительства по линии фонда развития промышленности Тверской области. Да, то есть выделены сотни миллионов рублей. Ну, мы тут вдвоем представляем экспертный совет как раз фонда. Это хорошо. То есть те люди, которые принимают решение, да, выделять или не выделять. Проектов проходит много. И в отличие от федерального ФРП, ведь у нас идет сейчас возможность получения денег под низкий процент предприятиями через этот фонд именно на оборотный капитал. Оборотный капитал очень важно. До 20 миллионов рублей. Для кого-то это небольшая сумма, для кого-то существенная. Но в основном выбираются предприятия так, чтобы одновременно и они удовлетворяли требования. Ну, с точки зрения это деньги государственные, они должны вернуться в смысле областные. Но и с той точки зрения, чтобы это был именно тот вот участок помощи, который вытянет предприятие и позволит ему сохраниться. Поэтому вот эта сбалансированная политика, она дает результаты. Можно там покритиковать, что хотелось бы лучше, но нет никогда идеального решения. Да, всегда хотелось бы, чтобы лучше было. Есть различные нюансы, в том числе по проверкам. Я еще во время первой волны предлагал, ну, когда проверяли, давайте не будем штрафовать. А тех, кого оштрафовали, давайте им мораторий объявим. Пусть они не платят эти штрафы. Сейчас есть общая такая установка, вроде как предупреждать сначала. Но штрафные санкции все равно наметились, и они уже пошли. С одной стороны, вроде этот кнут, он должен висеть, чтобы человек стимулировал своими клиентами соблюдение этих правил. Ну, хотя бы ношение маски. А с другой стороны, вот зашел, предположим, к вам гражданин без маски. Вот вы что его с ним сделаете? Ну, предупредили. Ну, раз, ну, два. Возьмете его за шиворот и выкинете. Это называется, оказали сервисную услугу. То есть ситуация-то, она не может тупиковая. Он может заловаться. В прямом смысле вот запишут. Поэтому здесь надо, как бы, ответственность возложена на предприятие по соблюдению того же масочного режима. Это естественно. Ну, не поставим же мы каждого полицейского. Но если торговые центры крупные, им легче справляться, они за счет своего оборота имеют возможность держать отдельную охрану. Зайдите куда-нибудь. Там в Рио стоит охранник, одевай, 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 одевай. Ну, вот это нормально. Ну, а здесь он что сделает? Выделит отдельного человека, может, этот человек и утопит его окончательно по расходам. Моментов много, конечно. Господа предприниматели, как вы оценили вот эту инициативу? Положительную инициативу. Мы воспользовались во втором квартале по общепитву ЕНВД. Тогда у нас как раз был подряд, и ЕНВД отложили этот налог, да, и нам очень помог в данный момент. В тот момент, точнее, в данный момент не такая вот слишком большая помощь, я так скажу. Почему? Ну, у нас, во-первых, обороты упали в общепите. Все на таком уровне, чтобы поддержка только своя была. Ну, там и налог небольшой выходит, и как бы не видим прям такой вот плюс большого. И все равно же платите же в следующем году. Да. Сейчас бизнес, особенно малый бизнес, ждет другого уровня помощи от государства. Опять-таки, не отложенная выплата, а выплата же все равно будет. А уже государство должно пойти на радикальные шаги, взять на себя ответственность, и очень многое должен простить. Это как раз даст импульс бизнесу, что вот те деньги, которыми они хотели бы или обязаны были обслуживать вот эти отложенные платежи, они эти деньги пустят в оборот. И это даст очень мощный старт малому бизнесу вот в этой ситуации во время прерванного полета, скажем так. И если таких подобных шагов не будет, реальных, реальной помощи. Эта помощь была, безусловно, но эта помощь была разовая и на какой-то очень короткий период времени. Но мы уже поняли, что одним годом мы не обходимся, мы переходим в другой год, уже скоро начнется второй год, как мы живем в условиях пандемии. А когда это закончится, мы еще тоже предсказать не можем. Но как минимум, еще полгода или восемь месяцев мы в этой ситуации будем. А это очень долго для бизнеса. Было же сказано в начале о том, что более 12 тысяч предприятий были закрыты в начале года. А дальше что? Дальше их будет уже не 12, а 24 тысячи. А это огромная цифра. Но вам уже могут сказать, что как-то отменить налоги, это же в бюджет, государство недополучится. Или вы хотите сказать, что эти деньги не спасут от царосской демократии? Видите ли, в чем дело? Это вот как раз я хочу привести опять давно известный пример. Вот нам сейчас нужно мясо, и давайте нас зарежем в корову, которая хорошо доится. Вот в этот момент времени мы, безусловно, решим какой-то вопрос, а на дальнюю перспективу мы погибнем. Соответственно, мы должны сейчас затянуть пояса, хотя государство безболезненно может затянуть эти пояса, потому что если посмотреть на структуру расходов государства, можно найти несколько миллиардов, несколько триллионов рублей для того, чтобы этот вопрос решить окончательно. Причем... Простить после бизнес-производа налоги. Да, это единственная страна у нас, где из развитых стран, где в такой сложной ситуации не то, что не отменяется или не снижается налог, а еще вводится новый налог, и прибавляется уже существующий налог. Поэтому наша страна должна принимать решающие шаги. Среди этих шагов я вижу, например, заявление Мишусты, на совершенно недавнее заявление о том, что они задумывались, как найти резерв и сокращение госаппарата, например. Да, госаппарат у нас непропорционально дорогой по сравнению с любыми другими странами. Если сравнить с Советским Союзом, то вообще с ума сойдет. А если сравнить с другими европейскими странами, то раза в два-три наш аппарат дороже обходится государству, чем у этих стран. Хотя у них и доходы больше, и экономика мощная. А у нас, к сожалению, это все растет. Поэтому вектор у правительства правильный. Надо искать внутренние резервы, чтобы реально помочь бизнесу. Владислав, а вот на региональном уровне что-то могут еще предпринять наши региональные власти? А может даже на муниципальном? Знаете, я бы чуть-чуть вернулся. Я к идее, что федеральное правительство может простить всем задолженности по налогам, отношусь скептически. Во-первых, не простит. Но это мое личное мнение. Да, я тоже думаю, что не простит. Во-вторых, это будет аргументировано кучей разных принципов. Некоторые из них, ну элементарно, там один предприниматель заплатил, а другой нет. Да, и дальше что? То есть он говорит, ну я не заплатил и оказался прав, потому что недисциплинирован. Я ты заплатил и молодец. А как известно, из федеральной кубышки обратно тебе никто уже ничего не вернет. Другое дело, что механизмы, когда можно посмотреть, да, если предпринимательство, ну стимулировать, условно говоря, если ты купил или там сохранил опять по тому же принципу рабочие места, или купил там чего-то новое для развития производства, мы тебе можем что-то где-то как-то зачесть. Ну это сложная очень для всей федеральной структуры вещь, вот, будет она разработана или нет, сказать сложно. У нас сегодня с утра был так называемый завтрак с министром, это одна из форум работы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ну сейчас она онлайн протекает по известным причинам. Решетников приходил, ну там в основном все собираются, не за плюшкой собираются, а в общем, чтобы Решетников приходил в Минэконом развития, ну не готов сейчас это пересказывать, все-таки это какая-то цитата официального лица, но, по крайней мере, здравое видение многих вопросов у Минэконома федерального, оно присутствует. Вот, то же самое я бы мог скалькировать и на нашей региональной власти, да. Другое дело, что регион, он замкнут в тех условиях, вот, в своих полномочиях, которые присутствуют. Я бы сказал, что поактивнее должны себя вести, наверное, муниципальные структуры. Они лучше знают, да, предприниматели на местах. Мы частенько опираемся там, ну, Тверь, Калининский район, это немножко другая жизнь, это не то же самое, что Лесной или Андреаполь. Сколько там этих человек, которые, ну, в хорошем смысле составляют элиту местного общества, да, то есть, глава администрации, полиции, налоговая и десятка два-три предпринимателей. Ну, я так очень коротко. Они все друг друга прекрасно знают. Вот здесь меры стимулирования, они могут быть в хорошем смысле, наверное, развиты. То есть, больше самостоятельности муниципалитетам давать стоит. Вот. Как это в федеральном правительстве сложится, ну, с точки зрения законодательства, это другой момент. Вот. Говорить, что пусть региональное правительство больше даст денег там на тот же фонд развития промышленности, на еще что-то, ну, но оно тоже ограничено в своих возможностях. Больше, да, это здорово. Точнее, наверное, здесь возрастает ответственность таких, как мы, да, в том же экспертном совете, чтобы именно получили люди и нуждающиеся, и там, где это окажет максимальный эффект. Вот здесь, пожалуй, да. А главное, лечебное, ну, что ли, диагноз, как он лечится, да, это надо вернуть все на круги своя. Да. Вернемся к здоровой жизни, да, тогда люди постепенно, хоть и со временем, адаптируются, пойдут подстригать собак, ремонтировать машины, покупать и так далее, и тому подобное. А, господин предприниматель, ну, вот Давид Ильич и Владислав тоже сказали, что могло предпринимать правительство, власти, а вы с своей стороны можете что-то добавить, а еще можно вот это было. Да, что бы вы хотели, чтобы вы. Да, я могу еще кое-что сказать, кое-что упустили. У нас есть центр развития бизнеса, называется «Мой бизнес». Да. И я могу сказать, что он тоже очень хорошо поддержал нас в этом году. И меры, которые именно Тверской мой бизнес дает, на самом деле отличаются от других регионов, и по части мы сравнивали с Московской областью, они больше здесь, чем там. Они нам перекрывали рекламу, причем несколько раз, да, это ощутимо на самом деле, поэтому здесь плюсы есть. И причем там работает такая команда людей, туда заходишь, а мы регулярно с ними общаемся. Субсидии на создание сайтов. Да, субсидии они дают, все дают. Просто предприниматель должен захотеть туда пойти и пообщаться, узнать, какие есть нервы. Предприниматель тоже должен быть активным. Конечно, конечно, должен быть активным, сам предприниматель тоже сидеть, ждать, что коронавирус уйдет, ну, можно и вечно ждать. Мы же не знаем, уйдет он или нет. Многие ведь говорят, что ситуация может и не измениться долгий период времени. Пандемия может так и держаться. А по факту меры действительно принимаются. И действительно там работают люди, которые хотят помочь. Это вот опять, это же, ну, тут уж извините так, по должности, я там тоже член наблюдательного совета. Но это опять входит под Минэкономразвитие, то есть, ну, нашего регионального, да. И фактически огромное количество моментов, которые реализуются правительством, оно осуществляется именно по этой пирамиде. То есть, Минэкономразвитие и в данном случае, например, Центр мой бизнес. Потому что туда удалось конкретизировать по людям и по деньгам. И этот ресурс, он используется для решения повседневных задач. Я тоже хочу добавить активность работы в этом направлении. Кто не знает адрес, это на проспекте Победы, здание бывшей швейной фабрики. Там находится мой бизнес, там же находится и офис фонда развития промышленности. Предприниматели должны быть действительно более активными и грамотными. Они должны интересоваться. Вот, например, я совсем недавно узнал, что мне это очень понравилось. Это такое симпатичное предложение от нашего губернатора. Что можно получить то ли отсрочку, то ли кредит буквально трехпроцентный. Ты представитель, ты малее предприятие, где руководителем являются женщины. Есть НИП более трех лет. Ну вот, пожалуйста. Вот такого рода. Вроде мелочь, но где-то это может оказать определенную помощь. Искать надо. Но что касается более такого серьезного, я опять-таки хочу сослаться на чиновников. Например, на недавно прошедшем информационном форуме выступал еще и наш председатель Центробанка, которая задела вопрос и длинных кредитов, длинных денег в том числе. Но, в конце концов, речь свелась к тому, что мы сейчас не ждите длинных денег. То есть у нашего государства длинные руки, но кредиты не длинные, да? Да, у нас пока мы такого себе позволить не можем. Поэтому все это надо учитывать и, соответственно, те имеющиеся ресурсы, которые мы обладаем, как бы очень разумно надо рассчитывать. Еще одну цифру хочу привести, потому что микроэкономика и макро, они рука об руку ходят, и, соответственно, одно вытекает из другого. Дело в том, что ВВП в 2019 году в Российской Федерации составило более 110 триллионов рублей. А вот за шесть месяцев этого года, по оценкам наших экономистов, и, соответственно, об этом констатировали наши налоговые службы, ВВП составило чуть более, не чуть более, а более 48 триллионов. Если экстрапорировать, то есть как бы сложить, то получается, что если так же продолжится и во втором полугодии, то мы прошлогоднего уровня не дотянем. То есть, смотрите, проседать будем где-то в 10-15 триллионах, а это очень большие деньги. Но, с другой стороны, как обычно, некоторые основные налоги платятся в конце года, или, может быть, каким-то образом будут стимулированы производства, и, соответственно, налогооблагаемая база, и, соответственно, сам объем налога вырастет. Но, по моим твердым ожиданиям, если мы выйдем на уровень 2019 года, ВВП, это будет вообще очень большое достижение нашего правительства. Но боюсь, что мы в этом году ВВП отстанем. Там же энергоносители еще у нас учитываются, а цены-то упали, и объем продаж упал. Так что я не думаю, что мы дотянем до этой цифры, даже собирая налоги. В последний-предпоследний день. Вот это как раз говорит о том, что все имеющиеся возможности реальному сектору, реальный бизнес должен использовать все, что есть. Вот об этом мы говорили сейчас. И Фонд развития промышленности, и другие, и мой бизнес, и все другие льготы, которые есть, выплаты со стороны правительства, надо использовать. Наш эфир подходит к концу. Вы сказали, что вполне возможно, коронавирус и не пропадет зимой, и останется. Но в этой связи мне хочется узнать ваше мнение, дорогие гости. А как вообще изменится мир по итогам пандемии? А может даже не по итогам, а на перспективе, что она продлится еще, может быть, год-два. То есть вы как для себя выводы сделали? Может как-то уже, ну, ведь нужно согласиться? Видите, ситуация нынешняя научила тому, что нужно всегда, получается, рассчитывать на что-то худшее, и продумывать, вот, как вы будете работать в случае вот такого, что называется, абзаца. Вот. Вы как для себя выводы сделали? Ну, в начале карантина еще, это в марте, мы ушли в онлайн. Мы открыли онлайн-школу груминга, да, обучаем... Стрижки. Да, стрижки собак, да. Вот, как вы сказали, дома сами стричь, да. Вот мы этому обучаем, более 50 студентов мы уже выпустили, буквально за 4 месяца. А обучаете вы уже заплатно? Да, конечно, конечно, онлайн-курсы. Да, у нас есть оффлайн-школа в Твере, мы от этого пошли в онлайн. И в апреле начали подготавливаться, в мае мы в конце мая запустились, и по сей день у нас идут потоки. То есть, и мы в этом направлении начали развиваться. Мы создали мини-продюсерский центр, можно сказать, ищем экспертов, хороших экспертов, конечно, чтобы они преподавали хорошо, у них был какой-то опыт, какой-то авторитет в этом бизнесе. И у нас уже несколько проектов еще запускаем параллельно. То есть, один уже запустили. Это правильный подход. Вчера мы запускали тоже один. Вчера мы запустили в бьюти-сфере, да, салон-корсеты, то есть, в этом сфере, там много направлений. Вот, и скоро на подходе уже третьего у нас проекта, и мы ушли на 30-40% онлайн. Вы уже не вернетесь? Нет. Потому что как мир изменится? Нет, надо работать и там, и там. И там, и там надо работать. Диверсификация. Да, да. Если вдруг опять все закроет, мы уже будем подготовлены к этому всему, потому что мы уже в онлайне. А онлайн рынок – это большой. Это большой рынок, там реально люди, эксперты, продюсеры, они все зарабатывают. Мы же тоже обеспечиваем какую-то работу людям, оператору, таргетологу, который рекламу делает, монтажеру, там, площадке, которую арендуем, где снимаем, да, например, эксперту и так далее. Мы тоже обеспечиваем их работой, и кто учится, они тоже идут работать. Как самозанятые, которые у нас сейчас появились. Андроник, а вы тоже, я так понимаю, глядя в экран монитора, так, возьмем ключ на 8 и вот эту гаечку. Точно так же, конечно. Идем в этом же направлении. То есть учите людей ремонтировать. Да. Как в советское время. Ну, если это надо делать, а как иначе? Вот Давид Ильич в прошлый раз тоже говорил, что сейчас IT-технологии, да, и все, что связано с интернетом, там рынок реально поднялся. И то, что сейчас Ильдар говорил по поводу вложения в ту же самую рекламу, все гиганты мировой экономики, они сейчас еще сильнее стали, и еще больше поглощают и средний бизнес, и малый, и крупный бизнес, просто тянут за собой своими новыми сервисами, новыми возможностями, которые они дают. Вот они сейчас идут, наверное, впереди всей планеты, я бы сказал, пока мы с вами сидим и обсуждаем, на что рассчитывать. Потому что туда ушла большая часть людей, не только вот в Твери, да, то есть это мир, это целый мир ушел в онлайне. Да, да, да. И много экспертов появилось в онлайне, да, то есть кто сами на себя работает, сами там сделали это все, свою школу открыли, никто их не продюсирует, они сами на себя могут работать. И зарабатывают деньги очень неплохие деньги, там, то есть можно зарабатывать очень неплохие. Вот у знакомых по 4, по 5 миллионов они делают обороты с потока. Как минимум можно зарабатывать. Это ключевое слово, можно сидеть на диване, можно зарабатывать. Про самозанятых, кстати, у нас же до 4 тысяч уже зарегистрировано за такой короткий период. Но я бы хотел с другой стороны еще раз глянуть. Еще одно слово, которое мы не употребляли, но которое, я думаю, в будущем большое значение. Локализация. Коронавирус показал, что каждая страна теперь будет стремиться как можно больше производить сама и обеспечивать себя самостоятельно. То есть опять-таки в советские времена? Для нас это привычно, а для многих, как сейчас, оказывается, нет. Глобализация получила много знаковых вопросов. Глобализация, да, получила массу вопросов. А вот локализация, она стимулируется сейчас нашим правительством и будет стимулироваться дальше. И, в общем-то, это правильно. Не стоит зависеть только от каких-то других государств. Можно речь о автарке устроен, как НДР, безобразие. Тогда вот в поставках бананов мы будем зависеть все так же от этих государств, а в производстве необходимых вещей надо зависеть только от самих себя. И услуг тоже. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Вы слышали мнение экспертов, мнение тех, кто строит реальный бизнес. Мир, как в том, Василий Николец, изменился. Все уходит в онлайн. Так что, если вдруг у Вас какие-то проблемы с работой, подумайте вот над словами наших уважаемых предпринимателей. Они знают, что говорят наших уважаемых гостей. Надеются, приходится на самих себя, как нашей России в целом. Да, видите, глобализация, сказал Давид Ильич, много вопросов остается. Ее сменяет локализация, как сказал наш уважаемый тоже президент нашей Тверской торгово-промышленной палаты. Так что, всего хорошего Вам, господа, Вашему бизнесу, Вашему организационному. Спасибо, Роман. И Вам, дорогие телезрители, всего хорошего как в плане здоровья, так и в плане Вашей работы. Работали на кого-то дядя, но она тоже Ваша. Или пусть у Вас будет Сая, сугубо Ваша работа. Сидите на диване и зарабатывайте большие деньги. Спасибо большое, до новых встреч. До свидания. До свидания.